Вот уже несколько лет следователи всей России ищут следы маньяка, который лишил жизни более 30 старушек. Преступник сначала орудовал в Казани, потом в Нижнем Новгороде, Волжске, Ижевске, Перми, Ульяновске, Чебоксара, Хуфе, Самаре, Саратове, а также в двух городах Уральского федерального округа – Челябинске и Екатеринбурге. Следствие не исключает, что подозреваемый в расправах над пенсионерками мог перебраться в любой регион страны. За информацию о нем пообещали даже 1 миллион рублей. В этой связи просим всех внимательно посмотреть видео и фотоизображения и оказать содействие органу следствия в установлении личности преступника. Доверчивые бабушки всегда впускали его в квартиру сами, что характерно душегубы интересуют только хрущевки. Представляясь социальным сотрудником или работником коммунальных служб, он легко втирался в доверие к 75-90-летним старушкам. Когда мужчина оказывался на пороге, он хватал жертву за горло. Душил любыми подручными предметами – кого-то поясом от халата, кого-то шнуром от утюга. Бывало даже бельевой веревкой. Из квартир убитых душитель забирал деньги, иногда мобильные телефоны, из-за чего его быстро нарекли Раскольниковым. Но, как и герой романа Достоевского, мужчина оказался не так-то прост. В последний раз маньяк был замечен в тихом Уфимском дворе. Он проследил за своей жертвой. Та даже впустила его в квартиру, но, к счастью для бабушки, совершить задуманное преступник не смог. На счастье старушки, в тот момент дома находилась внучка. Она-то испугнула преступника. Видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца, попала в руки оперативников совершенно случайно. Всегда осторожный, он до сих пор не оставлял никаких свидетельств своих преступлений. Мужчина поджидал пенсионерку на лестничной клетке. Затем предложил помочь донести сумку. Зашел в квартиру и через несколько минут убежал. В следствии располагает даже ДНК серийного маньяка. Но ни в одной базе он не значится, а потому до сих пор остается на свободе. Психологи-криминалисты составили фоторобот преступника. Ему от 20 до 35 лет. Худощавого телосложения, но развитый физически. Среднего роста, имеет невыразительную внешность, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Имеет среднее образование и невысокий социальный статус. Какой регион маньяк выберет для своего кровавого турне на этот раз, неизвестно. А потому будьте предельно бдительны и осторожны.